Всем большой привет! Меня зовут Наталина, и сегодняшнее видео целиком и полностью будет посвящено косметике от бренда L'Oreal. Всю эту косметику я купила самостоятельно, покупала я в Золотом Яблоке. У меня здесь, в принципе, есть все базы под макияж, хайлайтер жидкий, тональный крем румяна, помады, консилеры, подводки, кстати, цветные для глаз. И не только цветные, а может и только цветные, даже тени, господи, теперь у L'Oreal есть тени, которые выглядят как-то вот так. В общем, мы с вами сегодня все это будем пробовать, и во второй часть видео я вам выскажу мнение по всем этим продуктам. Давайте скорее переходить к нанесению макияжа. Ну что, давайте наносить для начала вот такую базу, она называется Glow Sherry. Она есть, насколько я помню, в двух оттенках. Вот так вот она выглядит. Это прям сияющая база, но она еще, знаете, увлажняет. Я распределю, давайте ее, наверное, кистью, нет, руками. Будем мы еще тут с кистью мучиться. Но она, знаете, она не такой, конечно, хайлайтер, как, например, вот такой продукт, который Glow Mon Amour называется. Потому что вот это, это прям чисто хайлайтер. А здесь, конечно, если нанести это как-то на выступающие части лица, то вполне может это, конечно, сойти за хайлайтер, но на чистую кожу. Потому что на, ну, подтон почти это все дело не видно. Но в качестве такой легкой, достаточно сияющей базы, почему бы и нет. Если у вас кожа жирная или прям комбинированная, то на Т-зону, мне кажется, лучше не наносить. Потому что будет казаться, что это просто жирный блеск. Дальше давайте нанесем вот эту сияшечку. Вот это, кстати, классный продукт. Ну, я вам, в принципе, ага, сразу рассказываю. Только вот у него есть проблема, то, что нет ограничителя, когда это все достаешь. И оно течет просто капец как. Вот это прям интересный продукт. Он красиво смотрится как и просто на голой коже. В нем, знаете, самое главное, то, что нет никаких абсолютно дурацких блесток. Он просто дает красивое такое металлическое сияние. На тон, естественно, если его наносить, то он его разъест. Дальше тональный крем, Альянс Перфект. Тональный крем, совершенное сияние. Короче, да, я покупала его, когда я была с автозагаром загорелась. Сейчас это будет, конечно, весело. Ну, ладно, буду загорелая. Но вы знаете, когда вот тон чуть потемнее наносишь, ну, такого собственного цвета загара, то сразу понимаешь, где пятнами, если вдруг тон лежит, да. То есть все вот эти вот моменты сразу видны. Блин, надо сегодня прям намазаться автозагаром, потому что вот это вот терпеть уже просто невозможно. Ну, буду мулаточкой. У меня это оттенок Golden Natural 4D4W. Тональный наносится, на самом деле, очень даже неплохо. В принципе, все хорошо, пятен там особо никаких нет. Но он не стойкий, я бы сказала. Даже его припудриваешь все равно, через некоторое время лицо такое становится уже не фонтан. Плюс у него финиш, знаете, то есть вот этот тон, его видно на коже. Хотя вот на камере мне, блин, посмотрите просто на цвет моей шеи. Я сейчас шею тоже покрашу. Его видно на лице, то есть он прям такую плотненькую текстуру достаточно имеет. И каплю пудровый финиш. Хотя, по идее, должно быть сияние, но, честно сказать, сияние, которое проступает, это все от хайлайтера. Какие-то последнее время с тональными средствами проблемы. То, что заявлено, вообще не соответствует действительности. Где сияние, непонятно. Но он может подчеркивать шелушение, то есть тон, там, знаете, ходить куда-то с ним как бы особо не хотелось. Я вот его пробовала так пару раз. Чего-то как-то не для меня это. Давайте тоже шею подтонируем. Просто. Ну, ничего. Загорала только морда лица. Остальное было в тени. Дальше. Консилер. Консилер у меня есть два оттенка. Ванила и экшелл. Вот этот ванила, он чуть потемнее. Экшелл посветлее. Они, относительно, конечно, моего тона, очень светлые. Относительно моего тона кожи они нормальные. Но я, наверное, буду наносить ванилу. Про этот консилер. Вы мне много говорили, что вот этот консилер. Говорят, что он похож на шейп-тейп. Он, кого похож, реально только аппликатором. Много мне про него говорили, что вот там надо наносить совсем чуть-чуть и так далее. Но мне этот консилер не понравился вообще. Он очень... То есть у него, знаете, вот мне кажется, он воплощает в себе то, что люди думают, что какой тарт. Тарт не такой плотный. То есть тарт, если его, конечно, 5 килограмм нанести, то он будет супер плотно сидеть у вас на коже. Но если его легонечко растушевывать, то ничего подобного не происходит. На камере, мне кажется, он смотрится нормально. В жизни он очень виден. То есть его текстура распределяется таким образом, что этот вот пигмент, как пирог, просто у вас остается на лице. Вообще некрасиво. То есть тарт вообще такой фигней не страдает. Не знаю. Плюс этот консилер как-то не фиксируется. То есть его наносишь на веки. И на веках он скатывается. Поэтому что-то... Мне кажется, начался на него бум. Потому что вроде как Никит Торил снимала на него обзор. Я его не смотрела, этот обзор. Ну, как ни один обзор, честно говоря, чтобы сформировать собственное мнение. И мне кажется, что вот это просто какой-то искусственный типа хайп по поводу этого консилера, который вообще не соответствует действительности. Короче, мне совсем-совсем-совсем-совсем не нравится этот консилер. Вот видите, он и скатывается на веках, а под глазами он, смотрите, он прям морщины подчеркивает очень сильно. Он очень сухой. Но при этом он очень сухой. Его сложно прям тонко-тонко растянуть. И он вроде сухой, но при этом он скатывается просто как какая-то сутулая собака. Это просто вот за что нам это наказание. Я сейчас себе открыла сайт с ценами, чтобы примерно тоже сразу вас ориентировать. Вот это стоит 764 рубля, что мне кажется, ну, как бы не прям дешево. То есть, в принципе, L'Oreal это бюджетный бренд, но не совсем. Потому что вот это, например, 931 рубль. В принципе-то вот этот продукт неплохой, но 1000 рублей. Можно, знаете, вот за вот эту цену и добавить еще консилер, который тоже стоит что-то там около 700 рублей. Просто взять и купить себе что-нибудь нормальное. А, ну вот вместо тона, да? Сложить вот эти деньги, которые вы потратили, да? И купить себе какой-то один нормальный тон. Консилер стоит примерно 600 рублей. Ну, как бы я, конечно, все понимаю, но это тоже не самая прям дешевая цена. Ну, дешевая цена, ну, это типа, не знаю, 300-350 рублей. А так, как бы, Tarte стоит где-то полторы тысячи рублей. И мне кажется, можно, знаете, и добавить. И купить что-то. Ну, зато вы нормальный продукт получите, а не вот эту вот какую-то жалкую пародию. Просто, смотрите, он еще под глазами начинает просто адово кататься, подчеркивая морщины. Просто какой-то трэш. Дальше. Это вообще... Ну, короче, видите, у нас не только нанесение, но сразу я вам обо всем рассказываю. Карандаши для бровей. Я их еще купила два, потому что, думаю, будет классненько. А то, типа, тут посветлее, тут потемнее добавим. У меня хз, какие оттенки, здесь что-то особо не написано. Не вижу, где название цвета. Я уже в первых впечатлениях подказывала эту адскую просто штуку. Потому что этот карандаш вообще непонятно, что с ним делать и за что нам все это. Он просто не рисует практически. Он очень твердый. То есть я вот сейчас, видите, вожу... Ну, то есть вы видите даже, что кожа тянется. Но как бы ни хрена не происходит. Вот этот потемнее. Он очень плотный. Вот этот потемнее хоть как-то что-то там рисует, но все равно. И многие писали в комментариях, что реально проблематичный карандаш. Он очень твердый. Я уже его и точила, и мочила. Чего я с ним только не делала. То есть вот этим светлым оттенком. Можно себе только повыдрать брови. То есть... Ну, вот же вы видите, да, что кожа тянется. Смотрите. И видите, это все, что он рисует. Это не его цвет. Он сам по себе вот какого цвета должен быть. Но это чтобы такого цвета добиться. Это просто надо, ну, очень сильно себе провести по коже. Поэтому это, ну, вообще просто ужас какой-то. Вообще за что просто лореаль? Вы так меня ненавидите. Ох, так. Бровь. Ну, давайте я попробую более темным карандашом. Потому что, ну, он очень твердый. Но он хотя бы за счет того, что он темный, хоть как-то что-то он рисует. Какой-то кошмар. Кошмар. Ну, причем тоже наверняка же стоит не две прям копейки-то. То он тоже какими-то вот здесь вокруг бровей пятнами лег. Блин, вот это вот за что это вот мне все? Вот, посмотрите. Ладно, сейчас что-нибудь нормальное у нас появится. Я надеюсь. Ну, как-то... Блин. Я не могу... Вот, знаете, иногда бывают такие обзоры, которые ты садишься снимать в прекрасном расположении духа, а потом начинаешь краситься и такой просто... Я ухожу просто. Я увольняюсь! И приходится продолжать снимать, потому что, ну, как бы, люди должны знать своих героев косметических. Мне, конечно, кто-нибудь придет, скажет, это просто ты не умеешь краситься. Давайте мы сразу поставим, сразу за аксиому примем это, что я не умею краситься. Ну, темный карандаш должна отдать ему должное, он лучше намного, но все равно какие-то дыры, блин, меня раздражают. Дыры не в бровях и не в других местах, а в том, что ты его наносишь, и вроде ты ведешь линию, а она какая-то прерывистая получается. Но, скажу, вот темный карандаш намного лучше, чем вот этот светлый, это просто сразу в помойку отправится, потому что, ну, им можно только красить, не знаю, кого, врага своего, невесту бывшего, знаете. Не, вот темный карандаш, получается, с ним что-то сделать, но при, как бы, все равно рассмотрении, да, видно, что как-то грязновато бровь накрашена. В том плане, что продукт наносится пят, то есть он где-то наносится вот посветлее, да, вот, даже, видите, вот, о чем я говорю? То, что он где-то наносится темнее, где-то светлее, и достичь какого-то однородного более-менее цвета не получается. Мне настолько близко подношу зеркало, что мне тут просто, видите, испарено практически. Ну, вот цвет вот этот, в принципе, нормальный, если бы мы еще знали, как он называется. То есть на упаковке они цвет не печатают, только, видимо, на этом, на пластиковой такой заклейке. Ну, короче, вот этот еще более-менее норм. Я уже 500 раз про это сказала, а вот более светлое это какое-то, какая-то пыточная просто вещь. Знаете, вот заточил политзаключенного, в тюрьму посадил его, и говоришь ему, пока брови вот этим карандашом красиво не накрасишь, не выйдешь. И все, и сидит человек. Я говорю, а что, а мы ничего. Ну, вот сложность заключается вот этого неоднородного цвета. Основная сложность заключается в том, что очень сложно контролировать все, и одна бровь может получиться темнее, чем другая. Ну, такое себе удовольствие, конечно. Ложу гель и мыла, реально не помню, по-моему, нету геля для бровей. Ложу Анастасию Беверли Хиллс. Ну, вот, ребята, я просто сейчас смыла карандаш для бровей, посмотрите, видите, вот эти красные полоски, это то, с какой силой я натирала этот карандаш. И все равно, как бы, цвета не оставалось. Короче, до свидания. Что нам делать с глазами? Закрыть их на карандаши для бровей и никогда больше не видеть. И это не шутка. Как бы серьезно все. Тени здесь вот такие, которые еще, уже коробка сразу разваливается, пожалуйста. А где-то 430 рублей они стоят, на самом деле, это сколько-то, долларов 6-7. За 5 долларов можно купить прикольные однушки. Формула, прям написано, формула с маслом. Практически как шиш с маслом. В принципе, тени действительно наносятся неплохо, неплохо подтушевываются. Ну, просто для меня сам формат выпуска в таком бренде, который с тенями вообще как бы пошел нахрен. Ну, зачем? Я просто реально абсолютно не вижу в этом смысла. Либо выпускать какую-то более-менее там адекватную палетку с адекватным качеством. Как, например, но Makeup Revolution, да, делает недорогие палетки, которые там палетка стоит 500, 600, 700 рублей. Как здесь однушка. Ну, как бы, камон, кому это надо сейчас? Алло, 2019 год, вы че? Ну, то есть, мне кажется, это вообще какая-то несостоятельная просто идея абсолютно. Поэтому давайте мы с вами сейчас что-нибудь, я не знаю, накину на глаза, маску, и будем наносить подводку. Я нанесу чуть-чуть скульптора бронзера бренда Жаде, чуть-чуть вообще, чтобы веки перестали, блин, уже все кататься. Ребята, если увидите всяких мразенок у меня в ресницах, то это не живность никакая, это просто остатки клея. Не пугайтесь. Подводки. Когда я их покупала, не было тестеров, и мне пришлось поверить на слово консультанту, потому что я говорю, они такие же яркие, как на картинке. Она говорит, да, конечно. Хотя она тоже, мне кажется, не видела ничего, кроме тестеров. Ну, как бы, маленький обман. Алло, это зеленый. Но, на самом деле, неприятно удивляет только зеленый, потому что, смотрите, синий. Бам! Синий прям яркий. И у меня еще розовый есть. Давайте мы начнем с синего. Я ненавижу подводки, вот такой формат выпуска. Если их использую, то снимаю на палитру, рисую кисточкой, потому что вот это какое-то насилие. Плюс в таких подводках очень часто много спирта. Ну, короче, не самая любимая моя эта формула. Плюс, когда... Ой, щипят глаза. Плюс, когда рисуешь, то очень часто попадаешь на ресницы. И потом ресницы нормально накрасить вообще невозможно. Что хорошего в этой подводке? То, что яркий достаточно цвет. Все. Что еще хорошего? Хорошая кончилась. Цвет полосит. То есть, ложится не ровно, где-то темнее, где-то светлее. При том, что, ну, попытки как бы его выровнять особо ни к чему не приводят. Не знаю, вам это... Вам, наверное, на камере не так это видно, но в жизни как бы видно, что все пятнисто. Наносится она тоже не супер гладко. Ну, также подводка достаточно долго сохнет. Знаете, еще в чем момент? Она очень сложная нанести прям гладко, потому что кисточка такая дурацкая, она постоянно такая запинается. Подводка будет трескаться там, где у вас складочка. Это прям обязательная программа у этой подводки. Ну, плюс нанести ее прям гладенько реально очень сложно. Давайте мы по верхней границе нанесем розовую подводку. Честно, мне кажется, что эту подводку имеет смысл использовать только как дополняющая какая-то косметика. То есть, например, вы нарисовали черную стрелку и сверху там вот провели синий такой акцент сделали. Вот знаете, в чем проблема? В том, что, например, когда вы маркером рисуете, то у вас там идет подача как бы продукта. Я сейчас просто кучу продукта на палитру себе вылила. Блин, вот видите, вот что получается. А здесь выдачи продукта нет абсолютно никакой. То есть, вам приходится либо в тюбик засовывать кисточку постоянно, либо вот так вот на палитру наносить сам продукт. Ну, короче, что-то придумывать постоянно надо. А в маркере все-таки идет вот эта выдача, и вы спокойно все берете и рисуете. Короче, это сейчас засохнет. Я синим подправлю. Течет просто как сволочь какая-то эта подводка. И непонятно, куда вообще она утекает. На камере я должна сказать, что выглядит намного лучше и ярче, чем в жизни. В жизни, особенно если, смотрите, расслабить прям века, получается какое-то гэ просто на палке. Потому что у этого плотная текстура, оно засыхает как лаком, знаете, таким. И, конечно, у тех, как текстурная века, это вообще просто запрещено законом, потому что это будет не текстурная века, а просто шопа какая-то на глазах, честно. Прям вообще. И оно подстягивает века, то есть как будто вы намазали, ну вот реально лаком для ногтей. И он, знаете, такой... Дальше у нас с вами тушь. Тушь я люблю от L'Oreal. Мне очень нравится их тушь Paradise. И одно время мы ее в студию тоже покупали. Но сейчас у нас в студии, когда вы заказываете макияж свадебный, выпускной и так далее, мы красим тушью Vivienne Sabo и отдаем сразу человеку эту тушь. Новую не как в трэш-салонах, что типа, ой, у меня каждый раз тушь. Ну, а реально как бы отдаем. У меня тут есть тушь Telescopic и вот это Paradise. Paradise дает хороший такой объем. Telescopic тоже, в принципе, дает объем. Давайте сейчас керлером воспользуюсь. Мне говорили, что ой, Telescopic это типа вообще бестселлер и типа культовый продукт. Но я не помню ни из детства там ниоткуда вообще эту тушь. Paradise тоже неплохая тушь. Очень даже. И ее для работы визажиста очень удобно, потому что вот такую тушь, если вы визажист, вообще неудобно. Я просто работаю через палитру тушью. То есть я достаю вот так вот кисточку, а палитру снимаю тушь и дальше специально кисточкой наношу. То вот здесь вот с такой щеточки, с классической, очень удобно это все снимать. И тут много туши внутри получается. Вот такой тушью только, ну, если прокрасить и, знаете, отдать человеку и все. То есть наносить на палитру невозможно. Ну вот у меня подводка, блин, осталась на ресницах. Пробую чуть подсчесать. Короче, меня бесят вот такие типа подводки в банках. Я просто очень не знаю. Хотя мне писали кто-то, что типа любят такие подводки. Я не знаю. Месье любит толку возвращения. Вот это для меня. Ну, тушь вообще сейчас ложится не огонь. Просто потому, что есть много ресниц, которые в подводке. Но вообще у нее прям хороший насыщенный цвет. Она классно разделяет ресницы. И в несколько слоев вы ее наносите. Она дает хороший эффект. Мне понравилась эта тушь. Ну, тушь, короче, классная. На нижних ресницах у меня вообще полтора слоя. Тушь мне прям реально. У L'Oreal вот эти две. Остальные просто я не пробовала, по-моему. Ну, короче, эти две мне очень нравятся. Прям муа. Дальше. Карандаш я купила. У меня был где-то карандаш в L'Oreal. Черный для слизистой. Он тоже классный. Но он не дешевый. Все-таки я ищу каялы, например, для обучения. Потому что на обучении, ребята, мы покупали мейбельную мастер-драму. Но каялы уходят вот за одну группу, не знаю, там сколько, 10 штук, наверное. Может быть, побольше. Может быть, 12 штук. И если карандаш стоит там 500 рублей, ну, как бы, посчитайте, да. То есть, это только на карандаши. А еще мицеллярная вода и все остальное. Но мы покупали, тем не менее, мейбельную мастер-драму. То, что они были по сочетанию цена-качества очень-очень адекватные. Сейчас мы пользуемся L'Oreal в основном. L'Oreal просто, по-моему, подороже. Я купила белый карандаш, у меня я поняла, что нету белого карандаша. Давайте сделаем белую слизистую. Такой мейк у меня, конечно, получается немножко странноват. Зачем? Я не знаю. Просто, вот знаете, иногда что-то говоришь, а руки просто сами продолжают что-то делать. Вот такое бывает иногда у меня. Ну вот, белый карандаш мне этот нравится. Он немножко плотноват. То есть, он немножечко твердоват. Но, в принципе, жить можно. Чуть-чуть добавим под бров. Ну, потому что, почему бы и нет. Ну, карандаши вот эти, в принципе, мне нравятся. Тоже они какая-нибудь там леколь. Я думала, он какой-нибудь инфа... Вот это хрей. Инфаибель, инфалибель, инфэлабл. Ребята, вы мне постоянно пишите, причем транскрипцию, как это читается. Но мой мозг сказал мне, нет, я это не прочитаю. Я еще купила карандаш, вот такой для губ, при том, что он у меня уже есть. Карандаши для губ, боже, какие они крутые у Лориаль. Просто я... Что это я изнасиловала? Карандаш в попу! А что я сделала? Тут же нет точилки. Я просто случайно попку от карандаша сняла. Или это точилка? Нет, это явно не точилка. Короче, карандаши очень мягкие, очень крутые. И этот оттенок, не знаю какой, а нет, знаю, нюдиста 212. Очень мягкий, вообще обалденный. Такой я немножко умерла. Карандаши супер. Просто я хочу нанести помаду. У меня здесь есть вот такие тинты, 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 красный и бежевый. Я видела обзор Андрея Петрова на них, где... Я, кстати, думала, что это матовая помада. И я бы не узнала, что это тинт, если бы не посмотрела то видео Андрея, где ему все в комментариях начали писать, что это тинт, это тинт, это тинт. Как узнать, что это тинт? Стесняюсь спросить. Ты берешь упаковку, и знаете, что на ней написано? L'Oreal Paris, и все. То есть, ну, реально. И тут написано L'Oreal Paris, I'm worth it. И number цвета. Как узнать? Выглядит, как матовая помада. Вот смотрите, вот эта матовая помада по теме Sweet Le Macarone. С этими, про макароны. Ха-ха, про макароны. Ну, короче, про пироженки. У них еще была посвященная шоколаду. Боже, какие классные, красивейшие цвета были. Обожаю эту коллекцию. И формула вот эта супер. Смотрите, эта матовая помада, и вот эта, что... Это тинт. Ну, как бы по внешнему виду невозможно понять. Ху из ху. То есть, вот эта штучка, по идее, не сохнет. Это этот тинт. I explore номер 116. Ну, то есть, вот сейчас по формуле уже, когда лозишь по губам, начинаешь просто понимать, что что-то не то. Что просто что-то не то. Потому что она такая, видите, какая-то полупрозрачная. Но по упаковке понять, что это тинт. Ну, короче, это не моя любимая формула. Плюс я не люблю тинт, который стейнет губы. А вот это вот стейнет губы вообще на ура. Ну, если кому-то нравится, то почему бы и нет. А этот непонятно, что с ним. То есть, просто накрасил, так же сможет. Помада. Это оттенок... Опять неизвестно какой. Блин, она темнее казалась намного. Это что за это? Обман. Помада немножко эта из 90, да? Цвет. Вот эти помады мне нравятся. По цветам мне очень нравилась шоколадная серия. Ну, здесь, блин, я реально... Просто были закрыты тестеры, и надо было брать, типа, что дают. Как бы я рассчитывала на цвет, я немножко умерла, а не вот это вот. Мне нравится формула. Она есть у формулы, знаете, тенденция к некоторой плотности цвета. Но в целом, мне кажется, очень даже неплохо. Но вот шоколадки, если у вас будет возможность, и вы хотите помаду, там они такие коричневенькие все, и действительно красивые оттенки. Так, что мы забыли? У нас еще с вами румяна. Скульптора нет. Скульптор нанесу другой. Давайте сначала нанесу румяна, чтобы мы отдельно на них посмотрели. Кстати, по ценам вот эти проклятые подводки 646 рублей стоят. Туша, кстати, сейчас со скидкой 399 рублей, так, 670. Помады, тинты вот эти. Подождите, это не тинт. Я вот сейчас на сайте смотрю, и написано, что это матовая губная помада. Нигде не написано, что это тинт. Господи, еще так поуродские цвета перевели. Ну, то есть, типа, I'm worth it, а не перевели. Я этого достойна. Я провозглашаю. Класс. Название помады. Я управляю. А у меня какой? I explore 116. Я бунтую. Я исследую, у меня на губах. Нет, у меня была на губах. Капец. Моразм крепчал, это называется. Тени стоят, я уже сказала, 403 рубля. Румяна 400 рублей. Но, типа, со скидкой, так, полная цена 700 рублей. Le Blush. Там кисть как-то можно достать. Ну, короче, она, все равно не нужна. Потому что эти кисти, которые идут в комплекте. Румянула реально мне нравятся. Они такие, знаете, легенькие, не сильно пигментированные. Нормально наносит. У меня тон, кстати, не припудренный. Видите, что происходит? Я снимаю, ну, типа, часа полтора, наверное. Это при том, что я, ну, как бы не потела. Не знаю, ничего. Не понятно, что происходит. Так, давайте... Не знаю. Не, скульптор, мне кажется, точно. Надо нанести, конечно. Конечно, макияж у меня сейчас не самый гармоничный, скажем прямо. Но что вылезло, то вылезло. Я сейчас делаю скульптурирование. И, в принципе, еще раз давайте быстренько обсудим все продукты, которые я сегодня попробую. Ну что, вот такой макияж получился. Да, тут, конечно, одно к другому не подходит. И, в общем, лучше бы большинство этих косметических средств смотрелись бы отдельно друг от друга. Но давайте еще раз кратко расскажу свои впечатления. Мне очень понравилось вот это средство. Действительно классная сияющая база. В принципе, мне кажется, можно и в работу ее совершенно спокойно брать. В качестве такого супер лайтового кремового хайлайтера присмотритесь. Но, конечно, не дешево, потому что почти 1000 рублей оно стоит. Или сколько там, 900 рублей. Не скажу, что это продукт для каждой абсолютно косметички. Совсем нет. И все-таки я бы рекомендовала все эти хайлайтеры, все вот эти штуки наносить только на периферию лица. Потому что эта зона, там, знаете, свой хайлайтер очень быстро у многих выступает. Вот это очень классная вещь. Очень симпатично, красиво смотрится. Причем, когда смотрите в бутылке, кажется, что там просто, знаете, какие-то блестки. Все это эффект потрясающий. Потрясающий. Но 1000 рублей практически цена. И мне кажется, там какой-нибудь Iconic London, который намного ярче, смотрится все-таки тоже получше, поярче, посимпатичнее, более такой металлический. Мне кажется, цена за такой продукт достаточно дорогая. Вот 500 рублей вообще было бы супер. Но сам по себе продукт, если без носительной цены, супер. Очень хороший. В принципе, его и можно в тон добавлять, если вы хотите сделать, например, лицо для бьюти-фотосъемки. Все как мы любим. Да, то есть, чтобы прямо оно такое все было сияющее, будет красиво. Но главный минус, то, что здесь нету никакого стоп-сигнала. И может спокойно это все разлиться. Нужен какой-то ограничитель. Тональный крем мне вообще не понравился. Честно, не знаю. Ложится как-то увлажнение 24 часа. Короче, это точно не для комби кожи. Это же у меня нормальная кожа полтора часа, ребят, полтора. Ну, то есть, у меня тональные средства, которые с естественным финишем, они вот так вот блестеть начинают часа через 4-5. Что будет на комбинированной коже, будет вообще просто трэш какой-то. При том, что он, кстати, сам по себе, в нем вот какие-то блесточки чуть-чуть видны, золотые. Реально тут, кстати, не было видно на просвет, прям реально блестки какие-то. То есть, он добавляет сияние, возможно, для прям сухой кожи, которая, знаете, такая уже сухая, уже прям вот вообще, прям пипец какая сухая, как подошва. Но в целом мне не очень нравится. Он плотновато наносится, его видно на лице. И какие-то шелушения, какие-то вот нюансы на коже. Посмотрите на мой подбородок. Тут как-то тон начал подрослаяться. Но тут еще консилер, конечно, это отдельная сейчас тема. Мне, короче, не понравился. То есть, я не вижу смысла покупать такое тональное средство. Короче, нет. Консилер. Мне, ну это вообще трэш. Просто у меня нет слов. Это консилер, он не то, что типа средненький. Не то, что он там какой-то, ну такой, да. Такой, такой. Неплохой, только сытце и глухой. Вот это реально про него. Потому что он может разъедать тон. Потому что вот здесь вот на подбородке, мне кажется, это как... Ну, прям видно, что это следствие того, что он тон подразъел. Под глазами у меня тоже здесь вот какое-то пятно просто кожи. Вот. Видите? Прекрасно это видно. Отпечатывается тушь на этом консилере. Тушью я накрасилась 15 минут назад. Короче, нет. Консилер на веках, он скатывается. Адски, адски. Подчеркивает просто морщинки. Забивается в них вовсе. Нет. Вообще, фу, ужас. Я не знаю, кому это может понравиться. Это может понравиться, когда ты это наносишь суперплотным слоем. Суперплотно это вот растушевываешь. Притом, что ты растушевываешь не так, чтобы у тебя кожа была хоть как-то видна, да? А растушевываешь так, что вот как забетонировал лицо, знаете? Как аквагрим. Вот тогда, возможно, да. Но с этим походить, я пробовала с этим ходить, ребята. И последний вот этот ящик косметики я купила месяца полтора назад. И я большинство из этого тестировала прям часто. И этот консилер, ну, это... Ну, я не знаю. Нет, ну, напишите, пожалуйста, внизу, кому он понравился. И чем? И за что? Реально, напишите, пожалуйста. Будет очень интересно почитать. Короче, тени. Здесь просто сам формат выпуска. Я просто не понимаю, зачем. Я не понимаю целевая аудитория вот этого всего. Здесь сколько... Ну, там разные цвета. Там что-то синий, какой-то черный. Сколько здесь грамм, ничего не понятно. Качество нормальное. Можно сделать нормального, адекватного размера палетку с рефилами поменьше. Вот кому эта однушка нужна? Что с ней делать? То есть, понимаете, в чем прикол? То, что эта однушка стоит, ну, условно, там, 500 рублей. Ну, типа, 453, по-моему. 500 рублей. Вы купите 4 однушки, и это 2000 рублей. Это можно пойти и купить палетку Too Faced. Ну, как бы... Лореаль, алло. Прием. Карандаш для бровей. Ну, это писос какой-то, а не карандаш. Честно. Ну, вы все видели сами. Дальше... А, нет. Пока не переходим к тому, что было классное. Сколько это богатство-то стоит? Я бы вам говорила, 600, там, 700 рублей, по-моему, да? Что-то такое. Стоит 646 рублей. Че к чему вообще? 990 рублей. Подводка гелевая великолепнейшая от Inglot. Пожалуйста. Ну, 300 рублей, это не так много, чтобы переплатить. Но у них потрясающий вот такой яркий цвет, который не будет вам превращать ваше веко просто в жеваную какашку какую-то. Просто вот так вот его стягивать. При этом, хрен пойми, как пачка и трясница. Я понимаю, что гелевой подводкой многим сложно рисовать достаточно. Но, блин, если вы все-таки вошли в косметическое вот это вот царство, ребят, вот этим рисовать не проще. Просто лучше вообще не делать тогда стрелки, чем пытаться нарисовать их вот такой подводкой. Потому что я периодически слышу, что ой, я типа норму рисую стрелки такими подводками, а потом я спускаюсь там в метро или в МЦК, МКЦ. Ну, короче, вот это. Я часто на какие-то там короткие или даже длинные расстояния езжу на общественном транспорте, потому что пробки просто адовые в Москве. И вижу вот эти загогулины, которые, знаете, не стрелка просто, а сосиска. И, ну, как бы это явно не то, что человек решил себе нарисовать просто сосиску, знаете, которая вот так вот начинается полукругом и вот таким вот полукругом заканчивается. Просто, блин, сарделька какая-то даже, а не сосиска. Вот такой вот как раз формы. И я понимаю, что это, скорее всего, сделано вот такой подводкой, потому что маркером, конечно, надо прицелиться. Гелевой подводкой тоже нужно купить себе хорошую кисть. Зуэва, скошенная кисть, пожалуйста, Зуэва появилась в России. Вот эти кисти, ну, это номер 317. Я их обновляю раз в пару месяцев, когда они начинают, ну, раз в 4, наверное, месяца, когда они начинают распушаться. Но я ими постоянно пользуюсь. Вот. Если пользоваться для себя и сразу после подводки ее мыть, то все будет нормально. Но вот это, это просто какой-то ад. Просто зачем? Просто вот за что вообще? Ну, я не знаю, вот когда люди вот это вот делают, они вообще думают, что они на рынок выпускают? Я не знаю. Очень. Но это, знаете, ту же претензию можно предъявить Fenty Beauty, потому что у них есть тоже эти прекрасные подводки, которые хрен пойми где. Тоже Мина вот с такой подводкой, но от нее хотя бы не так сильно тянет века. И у нее цвет симпатичный. То есть и, ну, как бы это все равно, вот этот формат выпуска, это просто ужас. Короче, маркеры или гелевая подводка. Все. Точка на этом. Дальше. Дальше, в принципе, мне тут все понравилось. Карандаши для глаз, для слизистых. Мне понравился. У меня белый оттенок. Но есть, по-моему, и другие. Карандаш хороший, никуда не утекает. Все хорошо. Потом, ну, румяна мне понравились, но, опять же, цена достаточно высокая. В принципе, румяна, это, мне кажется, совсем не тот продукт, который надо покупать там супер какой-то дорогой. Поэтому, в принципе, Лориаль покатит. У Буржуа тоже неплохие румяна, но ничего особенного. Честно говоря, румяна и румяна. Не улетают они в течение дня. Мне не нравится вот коробка. Какая-то она дешеватая. Не очень. Туши Лориаль просто супер. Телескопик супер. Пользуюсь ей. Paradise. Вот это вот. И кстати, тоже супер для там работающих визажистов. Ну, тоже она не дешевая. Я покупала просто как-то их в студию, потому что была акция, что ты типа покупаешь, ну, или какая-то скидка была, что они там по три с лишним рублей получались. Хорошие туши, действительно, рекомендую. Не осыпаются. Ничего с ними плохого не происходит. Карандаши для губ обожаю. Они просто очень крутые. Очень мягкие. Можно их вместо помады наносить. Можно их просто нанести. Карандаш нанести. Бальзам какой-то для губ будет супер. Тинты для губ особо я не поняла прикола. При том, что все кричали, что это тинты. А как бы хрен там плавал. На сайте написано, что это матовая помада. В каком она месте матовая, ну, я не понимаю. Я не люблю вот такую текстуру, когда она какая-то полупрозрачная, какая-то пятнистая. Фиг пойми, что с ней происходит. И вот эти помады матовые мне очень нравятся. Моя любимая серия. Короче, все отменяем французский. Короче, шоколад. Очень красивые цвета. Они тоже продаются. Тоже доступны. В общем, ребята, вот такие пироги. Напишите, пожалуйста, внизу, есть ли у вас что-то от L'Oréal, что вам прям очень-очень сильно нравится. Возможно, я что-то не купила. Что еще мне стоит потестировать? Напишите также, согласны вы, не согласны с моим мнением по данным продуктам. Тоже хочу, знаете, здесь сказать, что то нравится нам продукт или не нравится, часто очень зависит от какого-то предыдущего опыта. То есть, если вот такой тон попробовать нанести после того, как красился, ну, не знаю, худой бьюти, и поэтому сидишь весь супер пересушенный кожей и еще, скорее всего, весь в прыщах, и вот такой тон пробуешь, то это будет, конечно, вау-эффект. А если пробовать после каких-то действительно качественных, действительно крутых там средств, то ты уже такой типа... Поэтому, конечно же, все относительно. На моем канале я высказываю свое субъективное мнение, и я пробую, тестирую действительно много косметики и сравниваю в принципе все относительно того, что я пробовала. Если вот это средство, мне, ну, как бы не стремно будет нанести его или нанести там сияющую базу от Бекка, да, потому что, в принципе, качество классное, упаковка классная, как работает, мне очень нравится. Или вот это вот средство, мне тоже будет его не стремно добавить в тон, потому что средство работает, средство хорошее, средство красивое. Или нанести вот такие румяны, тоже будет все нормально. То вот какое-то вот такое вот, ну, или вот это вот, то нет ни при каких обстоятельствах. В общем, напишите, что вы думаете внизу, будет очень интересно это почитать. Не забывайте также подписываться на канал и ставить лайки. Ну, и мы с вами скоро увидимся. До встречи и всем пока!